Нижняя точка падения российской экономики еще впереди. Об этом заявили в Центробанке страны. По словам главы ведомства Эльвиры Набиулиной, гражданам следует потуже затянуть пояса. О том, как в Кремле, уже даже не пытаются отрицать грядущие перемены к худшему, далее в эфире. Новые возможности независимости построения лучшего будущего. Многие месяцы режим Владимира Путина за такой риторикой пытался скрыть реальные последствия для страны кровавой войны в Украине. Но в конце концов, даже для самых преданных сторонников стало очевидно. То, что говорят на российском телевидении и реальные цены в магазинах – вещи несопоставимые. Помидоры – 100 рублей. Ну, раньше было, наверное, рублей 60. На разновес вообще 260 рублей получается килограмм. Список того, что раньше можно было купить на условную тысячу рублей, сократился в два раза. А уж о каких-либо излишествах говорить вообще не приходится. Ужимаемся, и те же самые доставки, всеми любимые пиццы-суши, например, которые мы могли позволить раз в две недели, допустим, детей побаловать, себя побаловать, то сейчас уже это сократилось, наверное, до раз в месяц. Ну, если раз в два месяца. У нас здесь самые обычные продукты, которые покупают простые россияне. Самые дешевые макароны – Макфа. В декабре такая стоила упаковка 55 рублей, а сейчас стоит почти 80. При таком положении дел в сводках российского Росстата, тем не менее, все прямо противоположно. Зарплаты растут, безработица снижается, а пенсии повышаются. И самое удивительное, что в ведомстве не врут. По статистике все так и есть. Однако аналитики подчеркивают – реальные доходы при росте показателей снижаются. Дело в неумолимо повышающихся ценах. Россияне с каждым днем становятся все беднее. За последние три месяца вырос, то бишь, инфляция по борщу 56%. Если мы говорим о располагаемые доходы, то они проседают последние 10 лет. Даже по самым скромным подсчетам нашим согражданам, даже по всем выплатам надо добавлять, ну, хотя бы процентов 75-80, иначе они в конечном итоге потеряют. Крупнейшие торговые сети спрогнозировали потерю прибыли, поскольку из-за снижения доходов россияне стали экономить на повседневных товарах. Почти 40% компаний отмечают, что такая ситуация сложилась на фоне войны в Украине и введенных в связи с этим санкцией. Сети магазинов вынуждены увеличивать ассортимент товаров нижнего ценового сегмента и отказываться от запланированного открытия новых филиалов. Тем временем о падении экономики уже заявляют и в российском Центробанке. Его глава Эльвира Набиулина сообщила, что экономическая активность в России после стабилизации летом вновь начала снижаться. Признаки спада возникли в сентябре после того, как хозяин Кремля Владимир Путин объявил массовую мобилизацию, а сотни тысяч россиян, спасаясь от призыва, ринули за рубеж. По самым оптимистичным прогнозам, которыми привыкли оперировать в Москве, все ту же затягивать пояса россиянам придется как минимум следующие два года. И рост рубля, которым хвастают некоторые граждане России, никак ситуацию не изменит. Если вам хочется порадоваться, что доллару кирдык, потому что он немного стоит в рублях, ну порадуйтесь, это никак не повлияет ни на ваше благосостояние, и второе, не повлияет никак на цену. Мы доллар не продаем, мы доллар показываем. В общей сложности из-за мобилизации экономика может лишиться до миллиона работников. Помимо фактического числа призванных, до 700 тысяч россиян покинули страну, спасаясь от призыва, сообщает издание Forbes. Это создает черную дыру в демографическом секторе, отнимает рабочие руки и ведет к катастрофе в экономическом плане, говорят аналитики.